Под Екатеринбургом проходят сборы резервистов. В течение 10 дней они должны вспомнить все, чему их учили в период срочной службы в войсках. Это и ранние подъемы, и строевая подготовка, и стрельба на точность. Роман Марьяненко о том, каково это, надеть солдатские сапоги, когда тебе за 40. Когда сказали военкомат, я удивился, думал шутка. Открыл по домофону дверь, действительно, полицейский сопровождает представителя военкомата и вручили мне повестку. Я с удовольствием ее принял и с удовольствием пошел. Так на шестом десятке Валерий Незамеддинов вновь стал призывником. Мужчину отправили послужить в рядах внутренних войск. Правда, всего на 10 дней. Цель этих сборов – это восстановить навыки в обращении с оружием, довести до них, дать навыки в тактических действиях внутренних войск, согласно современных требований, и подготовить их для выполнения задач военного времени. Оказывается, многие отнюдь не прочь тряхнуть стариной. Например, 40-летний Роман Кузьминых отслужил пограничником еще в ранних 90-х. Но спустя 20 лет в стрельбе глаз алмаз. Я думаю, у нас на медкомиссии было несколько десятков человек. Я думаю, у меня сейчас первого отчислят. То есть давление измерили, там 150 было. Меня это годен. Никаких поблажек срочная служба номер два не подразумевает. Живут по уставу, как дежавю, надевание портянок и крепеж вещмешка под кроватью. Единственное отличие – теперь им есть с чем сравнивать. Например, многие говорят, служить стало покомфортнее. Не то, что в былые времена. И технически армия оснащена лучше. А вот новая форма от Юдашкина явно не всем по вкусу. И воротник по старинке подшивается, и карманов поменьше. Но есть и достоинства. Это те же липучки, это та же свободный крой, более свободный. Это плюс. Подъем в 6 утра, занятие то в классе, то на полигоне. А с КПП нет-нет да сообщат. Жена пришла проведать. К Алексею супруга наведалась уже на четвертый день. А вдруг голоден, а вдруг дедовщина. Ну и переживаю, просто хотелось увидеть своего любимого мужа, передать ему передачку. Правда, о передачках как раз не думают. Сегодня в столовой борщ мясо-макароны. Резервисты на полном государственном удовольствии, как и обычные военные. Где лучше кормить? Дома жена или здесь? Ну, соответственно, дома. Шутка. Здесь тоже хорошо кормят. На время сборов по месту гражданской работы оформляется официальная командировка. Мало того, за 10-дневную службу государство еще и заплатит рублем. Свой дембель номер два многие намерены отпраздновать, как и когда-то в молодости. Роман Марьяненко, Альберт Полудницын, информационная программа «День» Свердловская область.